Ну что, сегодня я хотел бы начать подготовку к этапу покраски и сориентироваться на цветах, которые максимально будут подходить под выбранные нам задачи. Вот эти портативные бомбочки настенные, их лучше всего, они более светлые, поэтому я бы, наверное, взял, а не светлее, наверное, это будет либо, может быть, вот этот будет серебристый цвет, либо это будет цвет хрома, наверное, это будет даже цвет хром, более светлый, и мне хром очень нравится, это один из моих самых любимых цветов. У меня, по-моему, был еще какой-то, может быть, я уже путаю. Так, хром, вот этот вот, он также пойдет под покрас вот этих вот изделий, пушек. Вот, он пойдет для покраски метательных дисков, и, скорее всего, этот же цвет будет вот здесь. Может быть и нет, я посмотрю. Под доспехи я планирую взять вот этот вот платину, сильвер, а потом пролить его черной проливкой, посмотреть, какой эффект получится. Так, с этим понятно все. У пушек два цвета. Один из цветов, основной, это, скажем, металлик, который здесь есть. Он будет у меня сделан, как я сказал, либо серебристым платиной, либо хромом. А цвета, которые, вот, красятся, вот эти детали. Вот эта часть, вот эта часть наверху. Вот эта вот нижняя часть, это рукоять, как от пистолета. И ее, я считаю, что идеально, вот по цвету, очень будет подходить вот этот вот цвет. Hammered Copper. Мне он очень нравится, он очень кайфово себя показал. И, скорее всего, он будет смотреться очень хорошо. Если же он будет очень светлым, то можно будет взять вот этот вот вариант. Тинни-тин. И он тоже будет смотреться очень кайфово. Он такой достаточно темный, но он придает эффект металла. Если же, ну, скорее всего, так. Для кожаных элементов, для кожаных деталей, вот эта вот часть, эта часть. Всевозможные ремешки, которые здесь есть. Пояс, вот этот вот. Я планирую использовать темный цвет Carrot Brown. И сверху его пройти сухой кистью, попробовать. Ну, я не помню, какой-то из них более темный. То ли этот, то ли этот. В общем, какой-то из них будет основа, какой-то из них будет цвет для проливки. Вернее, для сухой кисти. Ну, и, соответственно, я, наверное, добавлю что-то, может быть, если подойдет либо это, в зависимости от сочетания цветов, либо просто будет черная проливка. Для костей и цвета кожи я... Костей я имею в виду для этих вот. Я планирую использовать вот этот вот цвет. Он очень универсальный. Мне он очень нравится. Bone White. Это светлая кость. Слоновая кость. Потом будет, скорее всего, либо какие-то оттенки желтого, либо коричневого, чтобы они были не как у хищников, там, серии AVP. Там, Шрама, или как у Джангл Хантера, там, они такие более белые кости. То есть, нужно сделать, немножко придать ему особенности, чтобы они не были такие, как шоколадные какашки на шее. А чтобы они были все-таки цвета, ну, что-то среднее между вот такой вот цвета слоновой кости и вот таким, что-то светло-коричневым. То есть, кости, которые, возможно, не так давно были почищены или, может быть, почищены не настолько тщательно. Ну, у меня какое-то складывается впечатление. Для... Господи, для кнута здесь я пройду, чтобы вот эта неоднородность в покраске есть. Здесь пятно, здесь пятно, здесь пятно. Я прокрашу это все, скорее всего, наверное, это будет, опять же, платина или сильвер. Наверное, это будет сильвер. Он более яркий и с проливкой он будет смотреться очень классно. А потом будет просто драйбраш. И эффект будет очень красивый, он будет ровным, таким вот, очень кайфовым. Здесь аналогичный цвет. Здесь голубой. Это что-то вроде украшений сделанных. И я планирую сделать... Смешать синюю краску, здесь я не достал, темно-синюю краску. И немного смешать для нее разбавитель с эффектом металлика. Тогда цвет будет слегка более голубой, как раз-таки, как у оригинальной версии. И можно будет добиться вот такого эффекта. Здесь рукоять, скорее всего, будет вот... Ну, наверное, вот этот. Он очень похож. Видите? Он очень похож, но он будет металлизирован. Не такой просто ровный цвет. Он будет более такой металлизированный, более интересный. И я сделаю проливку, чтобы добавить все вот эти маленькие детали, чтобы их было видно. После чего будет, опять же, драйбраш. Вот эти элементы... Опять же, что-то будет из платины, что-то будет из... Господи, чайнойн-силы. Тоже, кстати, очень хороший цвет такой. Ну, это что-то типа gunmetal. Похожий, но немножко другой. Возможно, буду использовать мой любимый металлик. Это такой черный металлик. Он прям офигительно смотрится вообще на фигурках хищников. Особенно то, что касается каких-то покраски металлизированных каких-то деталей. Прям обожаю его. Мне он очень сильно нравится. Прям просто кайфец. Что касается цвета кожи, то это будет... Основа будет вот этот цвет светлый. Скорее всего, я еще думаю, потому что здесь у него... Он уходит здесь за счет его вот этих вот травм, вот этой вот цвета и самого вида хищника. У него цвет необычный. У него такой темно-темно-зеленый. Такой коричневый-зеленый, темно-темно. У меня такого цвета нет. Поэтому этот цвет надо будет смешивать, добывать. Соответственно. Вот. Что еще? В принципе, все. Это все пока такая карта примерно, к чему я хочу двигаться. Но в процессе всегда получается виднее. Когда ты начинаешь красить, ты понимаешь, что смотрится выгоднее, в каком цвете. Что ты можешь с этим цветом сделать, с базой. Там, да, ты можешь ее затемнить, добавить металлика, высветлить где-то еще. То есть, чтобы понять, что будет смотреться более выигрышно, более выгодно. Здесь также, я думаю, что будет, скорее всего, цвет... Так, здесь цвет, цвет, цвет. Похожий на тот, который был... Сейчас посмотрю. Я смотрю сейчас на фотографии фигурки хищника. А вот от Hot Toys. На самом деле, я чаще смотрю фигурки... Не фигурки, я чаще нахожу фотографии костюмов непосредственно из фильма. Потому что они, ну, более достоверно, то есть, изначально просто сложно найти фотографии в хорошем освещении, потому что они постоянно где-то либо плохого качества, либо это со съемочной площадки, где плохое освещение, либо наоборот, очень там засвечено, либо наоборот. Это из студии, где делался костюм, и там прям, ну... То есть, на каждой фотографии оттенки кожи, там, еще что-то, они выглядят вообще по-разному. Поэтому, выбирая что-то среднее между оригинальным костюмом и, там, например, фигуркой Hot Toys, которая обычно максимально приближена к оригиналу. Так, ну что, начнем. Попробуем. Я для теста хочу покрасить сегодня две вот эти детали. Посмотреть, какая будет разница, какой цвет понравится больше. Здесь немножко есть, уже я налил немножко платиной. Посмотрим, как он себя поведет, но я думаю, что вот эту вещь я покрашу как раз-таки платиной. Пробуем красить. Вообще другое дело. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Красивая, блестящая такая звезда. Пришельца. Инопланетянина. Да, вот это уже... Я что-то и забыл вообще про этот цвет. Я, честно говоря, редко так крашу. Но, блин, цвет-то оказывается такой красивый. Да. Смотрите, видите? Вот этот металлический появился. Эффект. Прикольно. А вот здесь? А здесь такое ощущение, что все какое-то пошкрябанное. Вот это вот. А здесь, смотрите. Оп. Уже все ровненько. Вот она магия. Покраски кисточкой. И звезда покрашена. Звезда покрашена, пусть высыхает. За что мне, кстати, нравятся акриловые краски. Они быстро сохнут. Это очень кайфово. Это прям бомбично. Так вот. Вот эта часть, она у нас будет более светлая. Мы ее потом, конечно, прольем. Но, ай, надо было это срезать. Черт. 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 Вот это, видите, края? Вот она. Вот этот облой. Он очень некрасивый здесь. И прям, ну, просто его много. Он очень некрасивый здесь смотрится. И вот здесь просто. И надо попробовать убрать как-то. Как его убрать? Его убрать можно лезвием. Если потом красишь это место, и удачно получилось это срезать, то, в принципе, это даже не заметно. и удачи. И третье. Больслок. И б ChildSignal Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok